Горячая пора. Приемная кампания в вузах Чувашской Республики идет полным ходом. Для тех, кто не определился, кем быть, времени не так много. Крайний срок подачи документов для выпускников 26 июля. Сегодня наш корреспондент побывал в некоторых высших учебных заведениях Республики, чтобы понять, что интересно будущим студентам. В лидирующих вузах Республики ЧГУ и ЧГПУ приемные комиссии работают без перерыва на обед. Число бюджетных мест ЧГУ не сокращает, а наоборот, даже открывает за свой счет. Там в этом году свыше 1400 ребят смогут рассчитывать на бесплатные обучения. Анна Большакова говорит, что большинство членов семьи у нее экономисты, поэтому решила следовать их примеру и подать документы именно на экономический факультет. С самого начала учебы в школе меня больше всего из предметов интересовала математика. И я углубленно занималась ее изучением, и вроде бы ЕГЭ по математике сдала на хорошие баллы. Отдать предпочтение точным наукам или избрать гуманитарные направления. Не все из тех, кто приходят в приемную комиссию, четко знают, чего хотят. Многие теряются в разнообразии направлений, и те, кто сидит на приеме, отшучиваются. Одинаково рады и физикам, и лирикам. Хотя среди популярных направлений в ЧГУ традиционно экономика, медицина и юриспруденция. У абитуриентов ЧГПУ же в приоритете прикладная информатика, филология и лингвистика. Кто сразу после школы, а кто и после колледжа. Карим Мурфик приехал из Альметьевска, что в республике Татарстан. Он твердо уверен, что хочет получить высшее образование и связать свою жизнь с медициной. Нам понравилось то, что здесь много факультетов, и сильная база обучения, сильные преподаватели, и мест много. Ну, хочется помогать людям, именно лечить, именно стать каким-то врачом. Может, узкая специальность, может, терапию выберу. Хочется именно помогать людям в их болезнях, тяжелые минуты. Изменений в системе приема по сравнению с прошлым годом нет. Меняется лишь количество абитуриентов. Количество выпускников по сравнению с прошлым годом чуть-чуть меньше. Меньше, где-то на 500-600 человек. Выпускников сократилось по сравнению с прошлым годом. Исходя из этой новой реальной ситуации, приходится нам работать. Большим спросом в ЧГУ сейчас стали пользоваться профессии психолога и строителя. Это как раз те отрасли, где не хватает кадров. Проблемы дефицита специалистов республики также активно решают и в Чувашском педуниверситете. Его ректор Владимир Иванов считает, если в городских школах этот вопрос уже сдвинулся с мертвой точки, то в селах ситуация пока не меняется. Поэтому в ЧГПУ разделили историко-филологический факультет. На факультете истории, управления и права будут готовить руководители школ и детских садов. Кстати, чтобы у молодых специалистов был стимул работать в районах республики, учебные заведения заключают договоры о целевом обучении. На целевое обучение у нас около 70 мест сегодня предусмотрено. Заключены соглашения со школами, с районами. Они подбирают нам выпускников и, соответственно, направляют к нам. Но здесь очень важно, чтобы наши образовательные организации, муниципальные органы управления образованием, обеспечили социальную гарантию и еще доплачивали, или, по крайней мере, социальные выплаты производили обучающиеся, поступившим на целевой основе. В этом году единые госэкзамены сдали более 6 тысяч школьников. Сколько поступят, узнаем 8 августа, когда будут опубликованы окончательные списки студентов. Рифат Фаткулин, Сергей Адушкин, Республика.